Позор судейской бригаде Бестемьянова об оценках на гран-при Китая, ошибках Туктамышевой и о мастерстве Щербаковой. 11 ноября 2019 года, 21.37 Владимир Зайвой, Полина Стаменкович жюри не стоит обращать внимание на мелкие погрешности, когда речь идет о таком сложном прыжке, как четверной луц. Об этом в интервью RT заявила олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова. По ее словам, победительница этапа гран-при в Китае Анна Щербакова обладает уникальным арсеналом элементов, а судьи своими действиями пытаются помешать ее прогрессу. Кроме того, эксперт оценила шансы Елизаветы Туктамышевой попасть в финал турнира, а также объяснила, почему София Самодурова пока не может рассчитывать на высокие позиции. Дайте девушкам распрыгаться. Довольны ли вы выступлением россиянок на гран-при Китая? Анна Щербакова откаталась замечательно. Уникальное выступление в произвольной программе с двумя четверными луцами, один из которых в каскаде. Мне кажется, она прибавила в скорости по сравнению с этапом в Лаз-Вегасе. Очень жаль, что Елизавета Туктамышева сорвала тройной аксель в короткой программе, потому что она вполне могла рассчитывать на второе место. Прокат Софьи Самодурова и судьи оценили странно, поставили недокруты, которых там не было. Вот не хочется им, чтобы в финале было много россиянок. Также по теме. Из Китая, в финал, Анна Щербакова одержала вторую победу на этапе гран-при по фигурному катанию. Россиянка Анна Щербакова уверенно выиграла этап гран-при по фигурному катанию в Китае и первой среди девушек отобралась на финальный. Почему в Чунцине Щербакова набрала меньше баллов, чем три недели назад в США? Сложно сказать. Разные бригады судей оценивают по-разному, у каждого свое мнение. Не думаю, что на это стоит обращать внимание. Судьи ни разу не оценили ее Луц в произвольной программе как идеальный, ставя ему недокруты, неясные или неправильные ребра. Действительно ли так все было плохо? Что касается неясных ребер, то здесь я не берусь спорить, возможно, они действительно были. Но когда речь идет о четверном Луце, мне кажется, смешно рассматривать, как там встал конек. Это уникальный элемент, который в мире исполняют лишь три фигуристки – Щербакова, Александра Трусова и Алис Илью. Можете пояснить, что значит термин «неясное ребро» и почему ему придается такое значение? В фигурном катании существует два реберных прыжка – флиппи Луц. В первом случае фигурист едет назад, левая нога идет против часовой стрелки и отталкивается с внутреннего ребра конька, в то время как правая ставится на зубец. Второй исполняется по тому же принципу, но левая нога уходит уже с наружного ребра. А в случае с неясным ребром судьи могут посчитать, что четверного Луца не было, и вместо него засчитать четверной флипп, который стоит меньше. Мне доподлинно неизвестно, каким образом идет расчет, но оценка снижается за более простой элемент. На прошлых соревнованиях таких проблем у Щербаковой не было. Действительно ли можно приехать на этап и перестать выполнять прыжок правильно? Все зависит от технических специалистов, которые видят неясное ребро или предпочитают закрывать на него глаза. Сама спортсменка как прыгала, так и прыгает. Поэтому это просто позор судейской бригады, обращающей внимание в четверном Луце на ребро. Это уникальный прыжок, после которого она осталась жива и не влетела в борт, о чем может идти речь. В связи с этим не кажется ли вам, что правила относительно ребер должны быть уточнены? С этим ничего нельзя сделать. Речь идет о том, что такие вещи очень трудно увидеть без замедленных повторов. Просто технической бригаде не стоит лезть в эти дебри на четверных прыжках. Особенно у девушек, которые только этому учатся. Дайте им распрыгаться, дайте прочувствовать, каково это, а не рубите прогресс. Можно ли в такой ситуации как-то повлиять на судей? А зачем сотрясать воздух? Пока на взрослом уровне четверной Луц прыгают всего две спортсменки, поэтому ничего не изменится. Из-за неясного ребра Щербакова потеряла совсем немного, поэтому ничего делать здесь не нужно. Необыкновенная харизма Туктамышевой не идет в расчет, как бы вы оценили третье место Елизаветы Туктамышевой. Елизавета заняла эту позицию только потому, что сорвала один элемент в короткой программе. Она выиграла у Сатока Мехары в произвольной программе, но предыдущая ошибка стоила ей более высокого результата. Дебютная победа. Синицина и Кацалапа впервые в карьере выиграли золото на этапе гран-при. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапа впервые в карьере выиграли золото на этапе гран-при, одержав победу на... Могла ли Елизавета перегореть в связи с тем, что ей необходимо было занимать второе место, чтобы обеспечить попадание в финал? Здесь все вопросы должны быть адресованы исключительно ей и ее команде. Им виднее. Тренер фигуристки Алексей Мишин заявил, что судьи не хотели пускать в финал гран-при пятую россиянку, поэтому Туктамышева стала третьей, а не второй. Вы с ним не согласны? Конечно, ему виднее. Но с моей точки зрения, ее выступления были оценены справедливо. В Китае Мехара набрала вторую сумму в компонентах за карьеру, при этом имея множество недокрутов. Справедливо ли в таком случае получать высокие баллы за переходы и владение коньком? Она замечательно каталась. Да, ей снизили оценку за технику из-за недокрутов. Но с точки зрения компонентов, вращений, шагов японка выглядела очень красиво. Все это учитывается. Единственное, что не идет в расчет, необыкновенная харизма Туктамышевой. Такой оценки, к сожалению, в фигурном катании нет. Есть спортсмены, которые все чисто выполняют, но смотреть на них скучно. А Елизавета так заводит зал, что хочется вместе с ней танцевать. Это минус судейской системы, о котором я говорю очень давно, но пока меня никто не услышал. Остались ли у Туктамышевой шансы отобраться в финал? Все может быть, но стоит понимать, что для этого Мехара на этапе Гран-при в Москве должна подняться не выше четвертой строчки. Но дело в том, что там будет некому проигрывать. Поэтому будем надеяться на наших фигуристок, на то, что Станислава Константинова привела себя в хорошую форму и сможет нас удивить. Сама Дурова каталась без видимых ошибок, но при этом баллы получила совсем низкие. Почему к ней такое отношение? Все понимают, что наверх пошли девочки, которые исполняют четверные прыжки и тройной аксель, а Соня пока не обладает этими элементами. Она является третьим номером, к которому всегда соответствующие отношения. Осталась ли у нее еще возможность спасти ситуацию, или она так и останется фигуристкой одного сезона? Она спортсменка и должна бороться в любом случае. Я бы отметила, что сама Дурова очень изменилась даже по сравнению с сентябрем. Поэтому она набирает форму, и, думаю, у нее все будет хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!